Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Алюни и Катюня «Всё просто». Хотя там далеко-далеко не просто, чего только стоит ворованный бензин от Росгвардии. Ну что, ребят, у нас у Калюни день рождения. Я посмотрела короткими перебежками их позавчерашний видеоролик, вчерашний, но обсуждать мы будем вчерашний, только некоторые моменты я как раз-таки возьму с позавчерашнего. Ну, первое в позавчерашнем ролике, это было сказано про мясо. Алюня сказала, что маринует 2 килограмма вырезки, но потом сказала, что добавили и будет 3 килограмма. А обычно, значит, в прошлые разы они делали 5 килограмм. Вот представьте, ребят, что такое 5 килограмм мяса? Это как деревенская свадьба, а сейчас 3 килограмма. Хотя я не скажу, ребят, что там было 3 килограмма мяса. Ну, как-то не похоже, что 3. Значит, ещё в том видеоролике она всё кричала, что муж дорогой, муж любимый, и что среди дня всё время они, значит, созваниваются, и что у них совместный бизнес. Представьте, совместный бизнес. И тут ролик остановился. Ну, и начинался уже с боем. Значит, Коля сделал замечание, какой бизнес, ну, а просто вырезать, наверное, у них не судьба была. И они, значит, продолжали. Но Алюня сказала, что не хотела это говорить, что у них бюджет общий, а так она бы могла Коле денег подарить на день рождения. Ну, вот раз деньги общие, значит, смысла нет. То есть, получается и правда общий бизнес. Ну, и он, типа, зарабатывает один, и там, короче, даже, по-моему, где-то в комментариях тоже что-то было по поводу этого. Ну, значит, начинается день рождения. То есть, уже практически празднование. Ну, осталось пожарить шашлык. Колюнька стоит, видно, ребят, какой-то он расстроенный. То есть, радости в его глазах нет. Стоит в этой старой какой-то потрёпанной, затёганной кофте, лохматые, слушайте, волосы растрёпанные. Даже любимая не удосужилась отправить его в парикмахерскую. И я понимаю, что на день рождения она подарила ему джинсы, что ли, да, потому что просила уже у Леночки, чтобы Леночка там отрезала, подрубила. Ну, короче, такое, да. Ну, видимо, не судьба мужика одеть просто так, да, без дня рождения. Пойти на рынок, в магазин, да неважно куда, и купить нормальную одежду, новую нормальную одежду. Себе бесконечно эти тряпки покупает, заказывает, а мужика, значит, одевать не надо. Походит в чём есть. Ну, и, значит, стоит Калюнька, вступительное слово, как всегда, что отличного просмотра. Этот пальчик кверху. Значит, отчитались, что родителей не будет, что они заболели. И, значит, Калюнька уже с утра смотался к ним, и, значит, подарочек получил. Ну, а потом Алюня говорит, мы всё-таки ещё, может, завтра, говорит, съездим. А спрашивается, что завтра уж ехать. Подарочек же получила, Алюнька же заржала от счастья, что это главное. Чё, объедки, что ли, с барского стола вести? Ну, так надо было с утра не за подарочком ехать, а завести вкуснятины. Ну, а почему нет? Почему, ребят? Так и нет, что-то собрались переться туда. Я просто понимаю, что родители не хотели участвовать в съёмках. И родители против Алюни, против канала, это 100%. И не любят они её за её вот этот чёрный грязный язык, которым она несёт постоянно, чё попало. По той же причине они и удалили стрим. Потому что там она, получается, и прополоскала своего бывшего, там же, опять же, она и про Андрюшку вспомнила. Короче, плела, чё попало, вот, получается, и пришлось удалять. Зря стримили. Да, зря сидели и трындели. Ну и дальше, ребят, пол видеоролика. Жратва, жратва, мясо, вырезка. На Новый год мы уже приготовились. Шампанское купили, мясо уже закупили. Короче, готовы по полной. Ну, я понимаю, что там шампанское у них, это не шампанское. А фиг чего, и сбоку бантик, и дешманская газировка, ну, как обычно. У Алюни всё как обычно, всё подешевле, всё светофоровское, всё самое-самое дешёвое. Ну и, значит, к Алюне без настроения, заметно. Ну что, разве это настроение будет, да, когда на день рождения нет рядом близких людей, родителей. Одна Алюня, которая только как выскочка. Я-я-я, и одна жратва на уме, и больше абсолютно никакого внимания к мужу. Как выскочка-то только бы поснимать, только бы похвастаться, только бы выставить себя. Ну и, значит, про это мясо, что вот, две решётки мяса будет. И смотрю я, ребят, на эту решётку. Решётка такая грязная, я всё понимаю. Шашлык жарили, не раз жарили, но ведь можно её помыть. Ведь после жарки можно помыть. Это как раз-таки и говорит, какая Алюня хозяйка. Лентяйка, грязнуля. Только, слушайте, платье старается менять. Значит, дальше пошла она уже показывать, что они там наготовили. А рассказывает и слюной давится. Прям захлёбывается вся. Такое чувство, что она уже мысленно всё это ест. Прям как будто уже мысленно заглатывает эту жратву. Дальше отцеживает она лук. Замариновала, значит, в уксусе. Ей надо в бутылку отцедить. И Коля ей возьми, говорит, ей крышечку, да, чтобы удобнее было. Но, может быть, и не для того, чтобы удобнее было. Она говорит, ой, сто раз я руки помыла. Ребят, я нажала на стоп-кадр. Мне показалось, что ноготь у неё там ужасно грязный. Я сделала скрин, как глянула, меня чуть не вырвала. Она этими руками, ногтями полезла в этот лук. Фу! Ужас какой! Вот знаете, что Уралка, что Алюня. Они маникюром этим своим грязь под ногтями всю спрятали. Но когда переворачивают эти руки, ребят, ну, дорвоты просто. Вот и получается, что решили делать маникюр и замазывать ногти, чтобы под ногтями не видно было грязи. Ужас какой! Насколько же это всё отвратительно! Ну, дальше уже шашлык пожарился. Там две решётки. Я не думаю, что там три килограмма. Ну, может быть, килограмма два. И Алюня уже пробу снимает. Ой, сочный! Ой, стонет! Ой, прям оргазм пищевой! Ой, ребят! Прям она там извелась вся от того, что так вкусно. Ну, дальше пришла, значит, подружка, значит, и пришла с внучкой. Я сразу вспомнила, как эта внучка на дне рождения у Алюны стоя ела. Мне настолько это было не по себе. Я такого в жизни не видела, чтобы ребёнок стоя на дне рождения ел. Ел, и опять же, стол накрыли где? Ну, в кухне, в этой ужасной кухне. Есть дом, есть, в конце концов, кабинет. Неужели? Вот на троих, ну, на четверых с ребёнком нельзя красиво накрыть стол в доме. Посидеть, включить телевизор, да, какую-нибудь музыку. Поговорить, ну, расслабиться. Нет, прикиньте! Потащила подружку с внучкой в кухню. У них всё на этой кухне. Кошмар! Ну, и, значит, опять же, стол, стол, стол этот показывает, что наготовила. Всё этой камерой водит она по этому столу, чтобы все там обзавидовались. Ну, и поздравляет ребят. Главное, чего она пожелала своему Калюне, это любви. Я, ребят, смеялась. Я просто смеялась. Она дважды ему желала любви. Дважды. Алюнь, ну, всё понятно. Всё понятно. Ты решила мужичку, который с тобой сотрудничает, да, пожелать любви, чтобы, наконец-таки, он нашёл свою любовь. А то он такой какой-то несчастный был, что, если честно, мне на миг стало его жалко. Ну, значит, подружка, такая степенная женщина, спокойная, да, тоже сказала поздравительное слово, значит, и поздравила, и по ней видно, что женщина серьёзная, и она как человек неплохая. Ну, Алюня и тут, слушайте, влезла, прицепилась к девочке, прицепилась к её зубам. Все ли зубы вывалились? И прямо та бедненькая Оришка прям ей показала. Прицепилась к ней, что, селёдочка, говорит, вкусная? А ты возьми, говорит, вот эту колбаску. Чего ты в тарелку к ребёнку лезешь? Чего ты прицепилась к ней с зубами? Ну уж хоть ребёнка-то не трогай. В своих этих поганых видео не цепляй ты хоть людей, а то и эти сбегут и больше никогда не появятся. Уже все сбежали, все. Уже получается, что сидят чисто втроём. Я не считаю ребёнка, потому что ребёнок, собственно, это не гость. Ну, Алюня сказала, что Ариша – это подружка, значит, Калюни. То есть Ариша дружит с Калюней. Ну, чё, может быть, по уму как раз-таки и то, мне кажется, эта девочка гораздо умнее, чем и Алюня, и Катюня. Потому что видно, что она очень девчонка такая и начитанная, и умненькая, и спортом занимается. И бабушка во всём ей помогает. Да, и помогает, получается, своим детям. И помогает своей внучке, и занимается с ней. В отличие от Алюни, в отличие от Катюни, которые не особо-то изъявляли желание повозиться с Ульяшей. И правильно сделала молодёжь, что умотала. Ну, короче, шампанское, дешманское попивали. Калюнька пивко попивал. Алюня снова поздравляла. И аж поцеловала, опять любви пожелала. Ой, короче, ребят, трындец. Да, Алюня, молодец. На сей раз ты молодец. Пожелала своему, значит, партнёру по бизнесу любви. Наконец-таки настоящей любви. Но Калюньку было как-то жалко. Настроения у мужика не было совсем. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok